В Сочи из 138 незаконно строящихся объектов осталось только 13, которые находятся под арестом. 14 домов снесены по решению суда. Тем не менее, в интернете продажа проблемного жилья продолжается. И такая работа риэлторских агентств, а их в городе около 200, вызывает возмущение со стороны властей. Продает квартиры еще на стадии котлована или только фундамента, или если по данным объектам ведутся судебные разбирательства. Продает как легальные агентства, так и маклеры, работающие только на себя. А для многих жителей и гостей города это оборачивается иногда трагедиями. Люди теряют последние деньги, люди теряют последнюю надежду. Они теряют надежду во власть, они теряют надежду в будущее свое. Они покупают для себя, для своих детей, для своих потомков. И с вашей помощью они оказываются, извиняюсь, в очень интересном месте. Люди, поверив либо застройщику, либо агентству недвижимости, особенно если сделка состоялась на стадии предварительного договора, порой остаются на улице. Каждый год, начиная с 2014-го, количество потерпевших превышает 400 человек. Все они обращаются с заявлениями в полицию. Хотя изначально могли бы сделку купли-продажи застраховать, тогда в проблемной ситуации застройщик вынужден был бы вернуть деньги. Сейчас все агентства недвижимости предупреждены. То есть это не дело частного характера, это дело публичное, просто факт. Установление привлечения денег уже является преступлением. И хочу вам сказать, не забудьте о соучастии. Если вы в данном случае осознаете, что предварительность незаконна, тем не менее оказываете помощь в идее покупателей, это инкриминировать, соблюдать дальнейшим как соучастие. Однако даже те риэлторы, кто имеет хорошую репутацию, не всегда могут гарантировать клиенту беспроблемную покупку жилья, поскольку у Госстройнадзора уже в финале строительства могут возникнуть весомые аргументы в отказе приема дома в эксплуатацию. Ассоциация гильдии риэлторов в Сочи, существующая с 2009 года, готова подключиться к диалогу с властью и выработать единый механизм работы рынка продажи жилья. Тем более, что на сайте администрации города есть списки домов, внесенных в черный список, приобретать квартиры, в которых не рекомендовано. Вам нужно сорганизоваться, чтобы знать, с кем вам по пути, а с кем не по пути. А сегодня заявлять о том, что мы не знали, мы не видели, мы не понимали. Наверное, пора уже какой-то общий сайт сделать. Информационные технологии предполагают, что мы можем, объединившись в медиапространстве, сегодня серьезно подвинуться. Эти застройщики приходят, делают презентацию. Мы, как ответственные компании, а если лижеские, не берем на продажу, но мы повлиять не можем. Поэтому, если построить вот этот диалог, выработать определенный комплекс мер, то нам получится изменить эту ситуацию, потому что мы первые, мы первые сторонники за то, чтобы убрать эти объекты, на самом деле, чтобы не было этих обманутых дольщиков. Нарекания прозвучали в адрес рекламы, которая вывешивается на фасадах зданий с информацией о продаже жилья. Такая несанкционированная реклама агентств недвижимости портит облик курорта. Теперь за это будут введены серьезные штрафы. Администрация гордо просит и мелкие, и крупные агентства работать цивилизованно и брать на себя ответственность, сопровождая сделку купли-продажи до самого конца. Сейчас, как отмечают сами риэлторы, работать стало легче. Был очень большой поток клиентов с центральной части России, с той же Москвы, когда у них только появился федеральный закон 214, который получали аккредитацию банков, проходили ипотечные средства. У нас же на рынке было очень мало таких объектов. На данном этапе все больше и больше застройщиков стремятся работать по всем правовым нормам правильно. В Сочи создается рабочая группа, которая объединит администрацию застройщиков, клиентов и риэлторов. По подсчетам их в Сочи работают около 5000. Все для того, чтобы защитить интересы граждан при покупке квадратных метров в Сочи.